Комментарий, который остаётся без коммента других пользователей, попадает в следующий видос. Ёич, криспены. Да-да, видосов не было два дня, и вам, наверное, было скучно, ведь все вы мне писали в личные сообщения в комментариях. Всё дело в том, что не было интересных тем. Но, слава богу, у нас с вами есть группа ВКонтакте, где есть обсуждения, куда вы скидываете видосики на обзор. Поэтому я там покопался и нашёл этот мини-шедевр. Как я его не пробил, сука, блядь! Как я его не пробил, блядь! Как, сука, как, блядь, не пробил я его! Ой, дурак! Сразу извиняюсь за качество видоса. Да, видимо, некоторые производители гаджетов по сей день выпускают калькуляторы с камерами. Это самый модный гаджет. iTetris. В общем, как я понимаю, ситуация такая. Школьник после уроков решил поиграть в танчики и уселся по удобней смысле, что сейчас его маленькие пальчики смогут наказать эннами. Поэтому с полной уверенностью в своей победе он начал тащить, но под конец ему не фартануло. По голосу, в принципе, можно понять, что эмоц силы, но лет 12-13. И вспоминая себя в таком возрасте, я, честно, не знал и половину из того, что он произносит. Что ты мне врешь? Ну, хорошо, знал, но... На донышке. Я боялся это произносить. Тем более дома, даже если мама не была рядом. Просто на тот момент я был уверен. Как только бы я мотюкнулся, она тут же ниоткуда бы появилась, неважно откуда, и сразу бы дала мне по щам. Блядь! Теперь давайте поговорим о самом поведении паренька и об игре. Но перед этим привитосы. О, привет! В этот раз привет получает Никита Нестерук, Матвей Кобяков и Арина Чернова. Если ты тоже хочешь получить привет в следующем видосе, переходи на мою страницу ВКонтакте, ссылка в описании, и делай репост этого видоса. Ладно, ты меня увидел. Так вот о его поведении. На самом деле, каждый имеет право на то, чтобы выражать свои эмоции, но в столь раннем возрасте это можно делать примерно так. Больше не трогайте меня! Говорю, не трогайте! А не так. Как я его францистофа не пробил, блядь! Сука, почти выиграл, блядь, не пробил его, сука! Пиздец! Ну нахер. Чувствуете разницу? Ничего себе, да? Сейчас почувствуешь. Смотря на такие видосики, начинаешь понимать, что действительно игры могут немного пошатнуть психику ребенка, хотя на самом деле это не так. Игры здесь ни при чем. И если родители видят такое поведение своего сына, то в первую очередь, естественно, они обвиняют игру. Несчастные танки онлайн, от которых у сына бомбит. Но никто не обратит внимания на окружение сына во дворе и школе, а может и от самих родителей, от которых сын каждый день слышит маты. Ну, возможно ведь такое? О, да. Во время просмотра этого 40-секундного видосика, я подсчитал, что каждое третье слово парня это мат. Но даже несмотря на это, в этом видосике есть коронные фразочки, которые можно расхватать на мемчике. Криспана, напомню о традиции. Если во время видоса вы хотя бы раз улыбнулись или улыбнетесь, с вас лайк. Вы же не хотите на День Святого Валентина остаться без Валентинки? Главной проблемой 21-го века стало одиночество. Как так, б***ь? Вообще, Криспана, я всегда не понимал, это насколько нужно быть нервным, чтобы из-за таких вот игр выкидывать свои мониторы в окно, как сделал этот парень. Или каким нужно быть неуравновешенным, чтобы расхерячить свою клавиатуру. Да, игры это круто. Я и сам люблю поиграть, допустим, в КСочку. И там, естественно, бывают моменты, когда чувствуешь себя полнейшим раком. И даже самый ленивый человек, который будет управлять мышкой средним пальцем правой ноги, вынесет тебя. И да, задница кипит, но не до такой же степени, чтобы обхаркивать монитор. Да, ты можешь психануть, крикнуть что-то в спик, ну или написать в чате, как хорошо ты провел время с мамкой чувака, который тебя убил. Как вы с ней ходили в кино, как ты можешь стать его отцом, но не более. Аккуратнее с языком, молодой человек. К тому же, я чуть-чуть не понимаю логику этого парня. То есть, как только он закончил играть, он сдержал свою злость, как самый пунктуальный человек. Потом включил камеру на Тетрисе и начал выговариваться. Типа, будет что в школе показать? Криспины, а вообще знайте, лучше всего сдерживать свои эмоции и не матюкаться, ведь это плохо. Надеюсь, вам понравился этот видос. Если я прав, то почему бы не поставить лайк под этим роликом и не написать в комментариях, какие игры вы играете, но от которых у вас реально бомбит, как у этого парня. И это, если вы в первый раз на канале, то знайте, все новички у нас нажимают на вот эту вот кнопочку с вакавакой и подписываются. Извините, но это традиция, не я ее придумал. Криспаны, до завтра. Я скачивать КС. Криспаны, до завтра.